Отличное субботнее утро. Дождя нет, а это значит, грабли в руки и вперед. Активно подключились к субботнику в городе Щелково. Наводили чистоту во дворах и на семи основных площадках. Присоединились к уборке представители партии «Единая Россия» и молодогвардейцы Щелковского района. Работы не испугались. Взялись за одно из самых непростых мест. Провели уборку вдоль шоссе на участке у станции Чкаловская. Так уж повелось, что многие автомобилисты не особо задумываются, прежде чем выкинуть из окна бумажку или бутылку. Поэтому работы было немало. Во всех поселениях, не только сегодня, а уже на протяжении месяца по мере погодных условий у нас проводится субботник. А сегодня все активно вышли, все предприятия, все учреждения, все организации, все сельские, градские поселения. Мы вот партией «Единой России» выбрали себе площадку, ну я так скажу, наиболее, наверное, замусоренную. Это часть от платформы Чкаловской, да, платформы Бахчеванжи. Ну это, во-первых, хорошая традиция, она имеет достаточно глубокие корни и, наверное, подтверждает правила всем вместе, наводить порядок там, где мы живем. Также генеральная уборка состоялась на улице Сиренево. И чистоту наводили возле центра семья и во дворах. Здесь, помимо уборки мусора и старой листвы, активные жители и представители из полкома партии «Единая Россия» высаживали деревья. Время подходящее – весна, так что 30 молодых березок должны прижиться и уже скоро радовать глаз свежей зеленью. Я считаю, что это самая хорошая традиция, которая может быть. Совсем недавно был День Земли, да, который отмечался во всем мире. Я считаю, что тут живут наши дети, тут живем мы и, безусловно, в своем дворе должно быть чисто. Не осталось в стороне и подрастающие поколения. Даже самые юные жители города Щелково показали, что традиция старого доброго субботника для них не пустой звук. Ну и просто всегда приятно прогуляться на свежем воздухе. Деревья хочу сражать, чтобы машины не оставили никуда. Во всем Щелковском районе участие в уборке приняли более 20 тысяч жителей. Большой результат субботника не разочаровал. Собрали порядка 500 тонн мусора. Теперь главное, чтобы это благоустройство удалось поддержать на должном уровне. В конце концов, чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят.